Уже почти два месяца фигурист борется со страшной болезнью. Все начиналось как обычная простуда, которую спортсмен пытался вылечить народными методами. По слухам, когда Костомаров почувствовал себя плохо, решил не обращаться к врачам, а пошел в баню, а затем искупался в проруби. Возможно, это и стало роковой ошибкой. 10 января партнера Татьяны Навки госпитализировались сразу же, подключили к ИВЛ. И так как самостоятельно он дышать уже не мог, медики несколько недель боролись с прогрессирующей пневмонией и интоксикацией организма, но болезнь оказалась сильнее. В итоге Роману Костомарову пришлось ампутировать часть стопы и, по некоторым данным, пальцы на одной руке. Свой 46-й день рождения он встретил в больнице без сознания. Вся Россия с замиранием сердца ждет хороших новостей о состоянии фигуриста. Все надеются, что молодому, по сути, Костомарову удастся победить болезнь. На днях все безумно радовались. Ведь стало известно, что фигурист пришел в сознание после медикаментозного сна и даже зашевелил конечностями. Но в воскресенье 5 марта врачи вновь расстроили. С телом несчастного фигуриста опять начались страшные изменения. По данным СМИ, у Романа Костомарова «Си нет одна рука, есть вероятность нового витка сепсиса». А мы желаем ему скорейшего выздоровления.